Телефонные мошенники из тюрьмы Украины. Почему в местах лишения свободы осужденным категорически запрещается иметь мобильные телефоны? Что страшного в том, что зек лишний раз позвонит маме, пообщается с любимой или своим ребенком. Но дело в том, что все чаще с помощью мобильников заключенные зарабатывают себе новый срок, за мошенничество. Впрочем, кому повезет, зарабатывают не только срок, но порой и немалые деньги. Мы уже рассказывали о том, как российские заключенные буквально паразитировали на крымских гражданах, выдуривая у них деньги за то, чтобы вызволить родственников жертвы якобы из беды. Испуганная ночным звонком жертва тут же верила аферистам и отдавала деньги подъехавшему таксисту-посреднику, который отправлял сумму уже непосредственно мошеннику. Зная только то, что пересылает пакет с документами. О том, что авторы аферы сидят на самом деле в новосибирской зоне, там и зарабатывают себе на чефиры героин, по секрету поведал один из следователей. Но вот наказать уже сидящих преступников украинские правоохранители не могли. Руки короткие, ведь в то время Крым был еще в составе Украины. Виды телефонного мошенничества А мы можем привести еще несколько примеров зековского мошенничества, чтобы в случае чего наш читатель не стал его объектом. Например, по оптовой скидке покупается пакет смсок и на все, или почти на все, известные номера отправляется сообщение типа, у меня проблемы, закинь 200 гривен на этот счет, разговаривать не могу, позже все объясню. Говорят, если разослать такое сообщение на 100 абонентов, то с десяток, а то и больше точно поведутся и побегут отправлять. И только потом будут думать и посчитывать убытки. Но раньше, когда еще существовали хоть какие-то понятия, бывало, что изеки исправляли свои ошибки. Однажды жертва позвонила, и дозвонилась, аферисту, который хлопнул ее на 500 гривен. И трепетно рассказала, что ее материальное положение оставляет ей только одну возможность выйти из безденежья, полезть в петлю. Правда это было или нет, но заключенный проникся и отправил назад даже не 500, а на пару сотен больше. Впрочем, такие времена, говорят, уже позади, сегодня никто никого не жалеет. Еще один способ нажиться на лохах на свободе, позвонить якобы от имени телефонной компании, сообщив, что произошел сбой в работе компьютера. Извиняются, поскольку, мол, в результате этой неприятности, виновные будут уволены. Может пропасть вся сумма счета с вашего телефона. А вот чтобы этого не случилось, нужно набрать определенную комбинацию цифр и знаков. Нужно ли говорить, что на самом деле эта комбинация является услугой перевода наличных средств другому абоненту? Ну, тому самому зеку аферисту.